Приветствую вас, уважаемые дамы и господа, с вами я Алексей, и сегодня мы с вами будем обозревать NOX. На E3 показали первый трейлер игры. К сожалению, игру встретили довольно прохладно, но разработчики не унывали, так как сильно радели за свой проект и начали активно создавать фанбазы с большим количеством разных артов и, конечно же, демо-версии игры. 2000-й год, год в который вышел такой шедевр как Diablo 2. И тут же выходит NOX, разработанная в Westwood Studio, но как и в случае с разными играми, которые выходили в то же время, что и легендарные хиты, к сожалению, были отодвинуты на задний план. Но не будем предаваться унынию, так игра, о которой я сегодня расскажу, как раз таки имеет огромное количество плюсов, которые мы и с вами и обсудим. Внесу дополнительную ремарку. Официальной локализации для игры нет, сейчас официальную игру можно купить только в GOG и Origin, но они оба на английском, да ещё и не играбельны на новых системах. Поэтому после танца с бублом показываю, как всё нормально сделать и вы сможете играть без лага вылетов, ну и после сворачивания, конечно же, русский текст. По поводу русского озвучия, к сожалению, не могу помочь, но если сможете найти, например, от Фаргуса, как было у меня или любой другой компании, то получите отличный перевод, который дополнит игру и добавит ей атмосферности. Ссылки будут все в описании к видео. Магический мир Нокс. Прекрасные земли, хранящие множество тайн. История этого мира очень трагична. Людям с юга удалось выжить, несмотря на постоянный террор в северных некроматах. Разработчики не стали использовать что-то банальное и сделали свой мир, который назывался Нокс. Мир, в котором некроманты с севера постоянно терроризировали мирных людей с юга, чтобы с помощью магии, а в этой игре всё оно построено на магии, поднимать армию мёртвых. Ведь, как говорил мой детский психиатр Алексей, ответьте, пожалуйста, на вопрос, кого в мире больше живых или мёртвых? Ну и как в любой нормальной книге по фэнтези, есть герой, который всех спасёт. И нет, это не про нашего главного героя, а про Джандора, который прошёл с огнём и мечом по землях мёртвых. И с помощью могучего артефакта жезлозабвения заточил души некромантов в сферу. И вот вроде бы в мире наступил мир, но Джандор решил то, что для того, чтобы вся эта история не повторилась, нужно артефакт разделить на части. И эту алебарду, который артефакт, который больше похож на Гуэндао, китайскую алебарду, решили разделить на три части. Одну часть решили как раз-таки алебарду отдать воинам, гарду решили отдать как раз-таки магам, и живую часть в виде лягушки решили отдать друидам. Последнюю часть саму сферу отправили на Землю, в будущее. Проклятый телевизор. Когда я буду править миром, я уже не буду обращать на это внимание. Так, 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 как там было? Вот. И тут начинается история простого парня, которого зовут Джек Мауэр, который живет со своей девушкой в трейлере. Смотрит телевизор, на котором стоит могучий артефакт, который используется Джеком, как обычная антенна. По вступительному ролику мы понимаем, что не просто так все начинает барахлить, и как в стиле книг про попаданцев в другие миры, Джек оказывается в небе со своим телевизором. Так, стоп. Давайте вернемся немножечко в прошлое, из-за чего, собственно, все это и началось. Вернемся к моменту войны живых и мертвых. После того, как Джандор выиграл войну, он втайне от всех спас девочку, которую по разным источникам звали как Гикуба, так и Гиката, и отдал ее на воспитание Огром. Кто бы мог подумать, что может пойти не так? Вся сила магической сферы в моих руках, и вскоре души умерших будут принадлежать мне. Каким колдовством ты владеешь, если так атакуешь мой корабль? Отвечай, а не то тебе не на что будет одевать шапку. Мне нужна ваша помощь. Я не понимаю, что произошло. Не знаю, где я. Да нет здесь никакого места. Одни только облака. Но ты все равно не сможешь сбить меня с толку. А это еще что такое? Мой телевизор. И что же он здесь делает? Да ничего он не делает. Его можно смотреть. И за то, чтобы его не убивали на месте, он требует его телевизор. Уже после этого нашего героя воют в курсе их событий, говорят, что ты избранный, что ты единственный, кто может нам всем помочь. Стандартная завязочка. И так нам наконец-то дают вполне стандартный выбор из трех разных классов. Это воин, чародей и маг. Но не все так просто. Каждый класс это отдельная история с отдельными локациями, с разными сюжетными поворотами, концовками и даже монстрами. Первый класс это воин. Он атакует в лоб, используя всего лишь несколько видов магии, которые не требуют маны. Ну как бы как магия, ну как бы физические атаки, но вы понимаете. Любит тяжелую броню, тяжелое оружие. В дальнем бою только сюрикен и фума, которые можно получить в конце игры. Друид самый играбельный класс, все способности имеют простой кулдаун, ману не используют. Я за этого героя игру прошел целых три раза. Это показатель. Дальше идет чародей, он же друид. На самом деле это довольно классный класс. Он владеет арбалетами, луками и умеет призывать животных. Основные его плюсы это магии на разные ауры. В том числе он может сам себя влечить. И последний класс в этой игре это маг. Для меня это самый неиграбельный герой и на самом деле для новичков я его крайне не советую. По причине того, что он использует только тряпки, крайне неживучие, использует много магии. Но на самом деле ему это не особо сильно помогает. Управление в игре происходит мышкой и нажатие способностей происходит с помощью некоторых клавиш. Всего их пять, но с помощью колесика можно менять панели со способностями. У воина менять ничего не нужно, у него всего пять скиллов, а у чародей и магов скиллов очень много, их приходится постоянно комбинировать. В игре присутствуют разные элементы. Молния, яды, огонь, физические атаки. Каждому монстру нужно подбирать свои умения. Простой пример зомби. Убив его он встанет снова, но если его припечатать фаерболом, то собственно он уже не встанет. Вся магия в игре прокачивается книжками. На самом деле их довольно мало, но при этом если собрать все книжки, вы не прокачаете все равно все свои скиллы до максимального уровня. Например, возьмем Искорку Друида. У него при использовании скилла и прокачке ее книгой увеличивается количество искорок. То есть в начале игры, например, было две искорки, потом три, четыре, ну и так далее. Поэтому в каждом городе я советую сразу скупать все книжки, которые только вы находите. Может быть они вам пригодятся, а может быть и нет. Но на всякий пожарный лучше иметь в своем арсенале какие-то дополнительные магии, которые могут спасти вам жизнь. В игре есть огромная проблема. Это проблема с маной. Также почему я говорю про то, что игра за Друида, так же как и за мага, довольно сложная. Так вот это причина как раз таки мана. В игре ее очень мало. Чем дальше по игре, тем больше вы ее используете, тем меньше вам ее дают. То есть, например, как яблоки, которые восстанавливают вам хп, таких тут нет. Тут есть только склянки с маной и есть кристаллы маны. Хочешь восстановить ману? Найди кристалл, восстанови ману, отойди от кристалла, жди секунд 15-20, подойди снова, восстанови ману, отойди и так пока не остановишься. А ведь в этот момент у вас могут быть монстры, которые также используют магию. В общем, тяжеловато тут с маной. Про яд я ничего говорить не буду, выпил зеленый пот, яда нету, сожрал мухомор, получил головокружение как у Сидра, учитывая, что есть осы с ядом, а на болотах куча мин с ядом и так далее. Мухоморы ваша лучшая еда. Возвращаясь к вопросу классов. Вопрос в том, что как раз таки маги, которые носят только ткань, друиды, которые носят только кожу, ну и конечно же воины, которые носят кожу и латные доспехи, есть огромная проблема в том, что постоянно не хватает денег. То есть новое мундирование вы скорее всего покупать не будете, игра заставляет вас искать различные тайники, а они находятся отнюдь не в самых доступных местах. Тот же воин может таскать на себе довольно большое количество различных вещей, так как у него есть много силы. Да, кстати, тут есть статы, которые прокачивать нельзя, но они есть. Продав все, мы получаем денежки. У друидов и магов все печально, у друидов можно покупать стрелы, они крайне дорогие, да еще и попасть в игре сложно, так как нельзя выделить цель, в нее приходится стрелять на упреждение. Да еще и некоторые монстры ходят с щитами, которые прикрываются или отпрягивают моменты выстрела. По игре стрелы выдают крайне скупо и урона луки наносят мало до момента, как игрок находится в середине игры арбалет. И вот тут-то оно наконец-то, сейчас буду убивать, но нет, как я раньше говорил, остановился смерть. Следующая большая проблема это поломка вещей. Когда ты бегаешь, особенно за воина, ты постоянно танкуешь своей броней. И после того, как ты протанковал, у тебя потихонечку-потихонечку на твои вещи ломаются. Что оружие, что броня. И не всегда, когда у тебя уже что-то сломалось, ты уже после этого видишь на своем герое отсутствующие элементы брони. И ты понимаешь, что твоя вещь сломалась, ее починить нельзя, она просто исчезает. В игре есть квесты. На самом деле их крайне мало. И делаются они крайне быстро. Но они есть. Они очень скупые, пойди туда, убей того, принеси то. Также в игре есть пасхалки. Например, играя за воина, в главе, где мы идем в башню магов, взяв яблоко и рубашку, можно наблюдать о безответной любви маги к девушке. Он прыгает с балкона и разбивается. Или в главе за воина, когда надо пройти испытание, там есть череп, первоиспытуемого, с которым можно поговорить. Что по итогу я вообще хочу вам сказать по игре Nox. Игра вышла крайне интересная, я ее советую пройти, если вдруг внезапно ее еще кто-то не проходил. Мир Nox, как говорится, ждет вас. Ну а на этом я с вами прощаюсь, с вами был Алексей и команда Юниор Продакшн. Не забывайте ставить лукасы, подписываться на группу ВКонтакте по ссылочке в описании. Всем удачи, пока и до новых встреч. Всем удачи, пока и до новых встреч.